Одна из величайших, крупнейших мировых религий возникла в 7 веке и быстро освоила Ближний Восток, а затем пришло и в наши бескрайние казахские степи. На тот период, мы знаем, это были тюркские племена, это были государства караханидов. Почему кочевые племена приняли новую для себя религию? Ведь в то время они исповедовали и тенгрианство, были и общины христианства, нестарианского толка, были и иудаизм, и буддизм, и буддийский монастырь был найден, который тоже существовал в тот период. Почему ислам? Как вы думаете? Во-первых, нам нужно обратиться к тому, что Великая Степь – это прежде всего основная линия шелкового пути. То есть все торговые пути, караваны, все они шли через нас, через Великую Степь. Служили такими артериями, связывающими разные цивилизации. Да, поэтому то, что торговлю никто не может отменить, торговля – это двигатель, то есть вообще цивилизации. И то, что арабы, у них не было ни производства, ни сельского хозяйства, они были только торговцами. То есть это были большие бизнесмены, торговцы, которые водили караваны во все страны мира. И, естественно, шелковый путь для них представлял такой большой интерес. И шестой-седьмой век – это как раз обмен, торговли, торговые пути, они развивались очень быстро, сильно. И то, что уже при правлении Умара, халифа Умара, городе Аллангу, приходили мусульмане, смотрели. Естественно, они посылали своих разведчиков, были купцы, которые все время водили эти караваны. И они все это… После этого армия, допустим, мусульман пришла во главе с Абдулла Абнезиядом уже в 674 году. То есть 674 год – это уже VII век. И в 674 году они уже вошли в Бухару, Бухару, Самарканд, то есть захватили его. Основные жители этого города кто были? Это были перцы, тюркские племена, и таджики, и узбеки, и тюрки в основном были. И они приняли ислам, потом опять они отказались от него. То есть это длилось до того, что уже во время правления Муравии, там уже Кутайбе Абни Муслим в 705 году уже их заставил принять ислам. Это политическая конъюнктура была, да, видимо? Да, и вот мусульмане остались там жить, арабы. И многие историки не учитывают тот факт, что вокруг Бухары все пастухи, кочевники – это были казахские племена. Конрад и там другие. Я вот как раз когда был в Бухаре, учился там, я смотрел. То есть там районы Газли, Ушкудук, там разные названия казахские, то есть вплоть до Нукуса – это вот казахские роды, которые пасут скот там. И говорить о том, что казахи не знали ислам, что они не приняли ислам и так далее, вот это то, что они говорят там в 14-15 веке – это все, ну, я думаю, идеология советских историков. Поэтому справедливость требует от нас того, что, да, вокруг Бухары были кочевники, тюрки, которые видели это все, то есть которые участвовали в этом процессе. Поэтому ислам он пришел в это. Да, были непосредственными участниками. Да, они, естественно, принимали ислам. И то, что арабские, арабская армия, мусульманская армия вошла в Бухару, в Самарканд, утвердилось, но они вспомнили хадис пророка Мухаммада, который сказал, что не идите, не воюйте с кочевниками, с тюрками. Кочевники, тюрки вас победят, поэтому не идите туда. И они не пошли дальше, то есть они не пошли в степь, потому что в степи эта армия там была разнесена от кочев. Они что сделали? Они начали посылать туда вот как раз купцов, миссионеров. И они вот через шелковый путь приходили, вели торговлю. И наши предки тоже были высокодуховными людьми, то есть они поклонились одному тенгри. Говорит, ангел Джарл, Джарл Кассен, там все эти наши обычаи, наши пословицы, они связаны именно с тенгри. И после того, как они увидели арабов-купцов, которые богобоязненные, которые показывали духовность, которые показывали свой вот именно тот исламский этикет, никогда не обманывали, говорили правду, прощали там долги и так далее. И после этого уже наши предки, увидев их, полюбили их. Это люди были вот именно высокой культуры. То есть, несмотря на то, что на протяжении шелкового пути там были и буддистские монастыри, и христианские, все. То есть, у нас в Великой Степи была толерантность такая, что кочевники не нуждались ни в какой религии, ни в каком миссионерстве, потому что у них была самодостаточность. Пастыр им был не нужен. Да, у них была свобода, они были свобода, свобода любви, и они верили в одного тенгри. Поэтому, то есть, то, что делали садака, делали курбан, в то время это было развито, были свои традиции, и они это чтили. И когда они спросили у арабов, кому вы поклоняетеся, они говорят, мы поклоняемся одному создателю. Мы же тоже поклоняемся. А потом, что вы делаете? Мы говорим, мы читаем пять раз намаз и так далее. Ну, естественно, кочевники говорили, слушай, мне тяжело читать пять раз намаз. Я там табун лошадей пасу в степи, мне там вода только пить, я там дарят брать и так далее, в мечети нет. Что делать? А ты поминай Аллаха. Как? Зикр делает. Какое? Ну, ля и ля хидлалу, нет Бога, кроме Аллаха, там Аллах, Аллаху, Аллахак, Аллахай, вот эти вот можешь произносить. И все, и да, и ты, говорит, свяжешься с сердцем, с Создателем, ты всегда будешь под его покровительством. То есть объяснили красиво. И действительно, есть хадис пророка Мухаммада Миром, когда к нему приходит один бедуин и говорит ему, о, посланник Аллаха, я, говорит, люблю, говорит, Творца и люблю тебя как Создателя, но мне тяжело выполнить твои эти пять обязанностей, да, пять столпов ислама. Почему? Я, говорит, намаз читать для меня, говорит, тяжело, потому что я, говорит, за вермлюдами, говорит, постоянно в степи хожу. Мне, говорит, там не то, что дарят, мне, говорит, воду, говорит, там надо беречь, пить. Так. Уроза держать, я, говорит, и так, говорит, через день голодный, я, говорит, бедный. Давать закет у меня нет, говорит, я вот кое-как там свою семью содержу, хочешь ходить, мне это тяжело. Но я, говорит, хочу, чтобы ты сказал мне, что, что, что поможет мне войти в рай, что поможет мне войти в рай, чтобы я был именно под покровительством Аллаха. И что же это? И пророк Мухаммад сказал ему, ля язалю лисаны корута баммензик реля, говорит, пусть твой язык будет всегда влажным от поминания Аллаха. То есть поминание Аллаха, вот то, что мы говорим. И есть обращение, и есть, собственно, исполнение им всех этих текстов. Да, цель нашего поклонения, все время обращаемся к Создателю. То, что мы говорим, Хурбан, Уроза, Зикету, мы все время обращаемся, то есть, чтобы всегда была связь с Творцом. Он говорит, все, и этот бедуин выходит, он, то есть, вот этот хадис в начале ислама, он помогает именно мусульманам принять ислам легко. Вот ислам, это легкость. И то, что наши предки тоже приняли ислам и через этот Зикар, именно через этих купцов приняли ислам, говорит о том, что наш ислам, он особенный. Почему? Потому что именно в 8-9 веке был расцвет суфийской идеологии. Вот, об этом надо подробнее отставить. Расцвет суфийских школ, то есть, вообще, суфизм, тасауф, это наука об очищении сердца, наука о духовности. Это вот третий столб ислама. Так, Шпандия, да. Да. Если мы говорим, что ислам, это, прежде всего, вероубеждение, потом шариат законный, и духовность, это ихсан, как раз тасауф, суфизм, который требует от мусульманина постоянно быть в Зикаре, в поминании Аллаха, не ходить без гарета, все время быть чистым, то есть, ритуально чистым, чтобы быть готовым к смерти и все время поминать Аллаха. Поэтому наши предки приняли ислам именно от купцов, от тех людей, которые приходили и показывали свою богобоязненность, показывали свою духовность, и наши полюбили их, наши предки. Поэтому тот ислам, который у нас, казахский ислам, он отличается тем, что у нас тасауф очень сильно развит был, то есть, суфи было очень много. Муслим, мусульманин, это вот как раз был суфи, поэтому у нас было очень много аулия, ученых, святых, да, поэтому в девятом веке все мы знаем про Корхатата. Корхатата, естественно, в советское время из него сделали человека, который искал бессмертие и так далее, и так далее. Образ такой. Да, его атеистическая идеология. На самом деле Корхатата – это реальная историческая личность, персона, которая жила во времена аббасидского халифата, который пришел на берега Сардарии, который пришел именно миссионерством. Это великий суфи. Его родословное, Шаджирей, есть в Германии, в Италии, в архивах есть именно Корхатата, его родословное. И то, что он пришел сюда к нам и здесь проповедовал, говорит о том, что это был человек очень высокодуховный. И то, что он нашел язык к кочевникам, используя кобыс, а кобыс – это сакральный инструмент, вы знаете, что из него, то есть это все его, этого инструмента, части, детали, они природные. То есть это из дерева, потом кожа, потом, значит, вот эти вот струны из кишков барана, струны, смычок из конского волоса, из хвостов. И вот этот звук, он дает такое ощущение, то есть космическое, да? Поэтому то, что он использовал кобыс в своих зикорах, и то, что, когда он делал зикор, просыпала вся природа, и ему подпевала, то есть все были… И это было удивительно для кочевников, и они полюбили его, они все стали суфьями. Почему? Потому что в Коране, многие об этом не задумываются, в Коране есть аят, когда Аллах говорит, который говорит, «Саббаха лилляхи мафис самават юваль арт», «Те, которые, все, что на небесах и на земле, делают тасбих Аллаху, то есть восхваляют Аллаха». И то, что мы видим, все живое, начиная от цветов, деревьев, камней, пчел, диких животных, все они поминают Аллах. То есть это заложено уже создателем в них. Поэтому многие думают, там, рычание, или там, вой, или это. На самом деле они все поминают Аллах. Даже, может быть, вы видели, там, в Ютубе есть это, где лев там в зоопарке встает и говорит, Аллах, Аллах, начинает, встает в определенное время, и его сняли, и потом говорит, произносит Аллах, Аллах, Аллах. И то, что у нас балхашские тигры были много, и эти тигры, они тоже делали зикор, то есть вот это рычание, именно вспоминание, восхваление Аллаха. И то, что Корхататан, когда начинал свой зикор, все они выходили и начинали ему подпевать, начинали делать зикор. То есть он играл именно на каких-то природных, да, полных? Тогда люди же были близки к природе. Вообще кочевники близки к природе, поэтому наш менталитет кочевников, степняков, он отличается от горожан. Почему? Потому что горожане, те даже вот узбекские ученые, когда посылали своих учеников, они говорили, кочевникам, вы пойдете к казахам, к степнякам, они намного ближе к Аллаху, чем вы. Почему? Они чистые, они близкие к природе. Поэтому не хвастайтесь тем, что вы там 10 лет учились, там, и знаете, что они говорят, за год, за два года они могут привлечься к Аллаху, чем вы. То есть это особенность кочевников, особенность степняков в том, что они заняты там торговлей, не заняты там какими-то интригами. Они едят чистую пищу на свежем воздухе, они только заняты тем, что вот пасут скот, помогают друг другу, выживают. И вот это вот то, что у них нет присытости, нет вот этого вот то, что в горожанах. Да, городского. Да, да, то, что там вот. Бохвальство, членливость и других. Да, вот это вот то, что в городе очень народ портится из-за того, что там ископление большого народа, и они начинают там уже. Кочевники отличались этим. И то, что Корка Тата именно пришел к степнякам и увидел, что они близки к природе, и он именно использовал эту природу, использовал природный инструмент для того, чтобы привлечь их в ислам. И там это тоже говорит о том, что после него школа, уже ясавистская школа, да, Ахмед Ясави, это уже ученый Аунье, который в Туркестане, все вы знаете. Его ясавистский тарикат, ясавистский путь духовности отличается тем, что у него тоже зикр джагри, то есть громко говорят зикр. Вообще кочевники в степи громко говорили зикр, потому что на лошадях, на верблюдах, естественно, там никого нет в степи. И вот он от души начинает поминать Аллаха. Там, ла-йла-эмли-лла, там, алла-ху-ху, хак-хай, там, вот эти вот семьи. И можно это не стесняясь говорить. Да, не стесняясь от души, вот он начинает. Во всю грудь. Да, он входит в экстаз, и вот ему Аллах открывает какие-то тайны, открывает тайники сердца. И вот у него приближение к Аллаху в этом. То есть о чем говорили ученые, о чем говорили Аулия, что кочевники, степники близкие к Аллаху, и у них сердце открыто. То есть они быстрее связываются с Аллахом, и они под его покровительством. И они, Аулия, становятся быстро. То есть мы говорим, Аулия кто это? Вали в арабском языке это друг, близкий. Вали приближенный к Аллаху. Аулия это множественное число. Ну, в казахском языке говорят Аулия, Аулия. То есть у нас пошло Аулия, Аулия, вот это вот название. Поэтому у нас в народе очень много Аулия, святых. И мы, после того, как наши приняли ислам, естественно, до сих пор не изучены, к сожалению, не изучены школы именно духовности, которые были у нас в Казахстане. На юге, допустим, это школа ишанизма, да? Вот именно там Ишан, Ишан и было. Кто там вот именно? Марал Ишан, там Абдулла, Ишан, там, которые вот известны уже в средние века, да? Вот 18 век, там даже до 19 века они были. Это школа именно ишанизма, да? Институт ишанизма, который был в Южном Казахстане. Там Юго-Запад, Казахстан, где именно институт Ата, Баба, там, Биби, Ана, да? Вот все там, которые мы говорим, имена даже вот есть у них там. Это и Айша Биби, это и даже среди женщин Гаухарана, там, Домалакана, там, Харашашана. Это и Арстан Баб, Асках Баб, да? Там у них Харасан Баба. Там и после этого вот на Западе есть Бикет Ата, да? Все эти личности, их очень много там, да? Очень много, да? Да, есть там, даже если, я сейчас, наверное, вскидку просто говорю, вот, Корасана-та, там, Бикета-та, там, Охши-па-та и так далее, и так далее. То есть за каждой этой личностью стоит школа, школа духовности. Центральный, Северный Казахстан, школа, именно институт хазредства, институт Хальпе. Хазред и Хальпе, это вот как раз тоже были ученые Аулия, которые именно были духовными наставниками своего народа. И то, что здесь, недалеко от Астаны, тоже вот в Астраханском районе есть Аулия-Ордасы, то есть сохранение XVIII века, была школа здесь. То есть был такой центр, где обучались, изучали. Да, интеллектуальная духовная школа, там был медресе, мечеть. Это вот, кстати, село Родина, раньше назывался Ахпан, и там была мечеть, медресе была, мечеть. И там были очень большие, великие ученые Аулия, среди них Кутбус-Заман, то есть Кутбус-Заман, это вот как раз полюс времени, это терминология Кутбус-Заман, терминология в Тасауфе. То есть суфи, ученый, который Аулия, который считался святым, его назвали Кутбус-Заман. Это мы случайно узнали из книги Машхру Джусупа в третьем томе, где он написал Дастан Шонтубай-Хаже, то есть там был Шонтубай-Хазрет, которого он назвал Кутбус-Заман. То есть Машхру Джусуп приехал к нему в 1892 году, написал ему Дастан, и когда Шонтубай-Хазрет вернулся из 9-го Хаджа, Машхру Джусуп жил там у него в медресе и ждал его. Ну, он тоже непростая личность, да, великая личность. Да, в то время он еще где-то около 40 лет был, он приехал с Баянаула сюда, вот именно в Астраханскую область, и здесь он посвятил этот Дастан Шонтубай-Хазрету, называл его Кутбус-Заманом, Шонтубай-Кем, Парем-Кемингером, то есть он его там восхваляет очень сильно, становится его Муридом, и Шонтубай-Хазрет на свои средства его отправляет в Бухару учиться. Пять лет Машхур Джусуп, отучившийся в Бухаре, возвращается и становится Машхуром, то есть знаменитым. Потом уже он со временем становится тоже, достигает уровня святости. Машхур значит знаменитый. Да, известный, знаменитый. Поэтому он становится Машхуром, и уже со временем он достигает степени святости, тоже Аулия говорит про него, и показывает свои караматы и так далее. То есть институт Хазретства Хальпе, это как раз в каждом ауле был или Хазрет, или Хальпе, Хальпе это ученик Хазрета, которые владели именно вот этими, то есть это были богобоязненные люди, которые владели там, у которых принималась дуга, и люди уважали их, чтили, боялись обидеть, потому что это человек, который близкий Аллаху. Конечно. Да, и брали у них бота, то, что традиция наша, бота с налоговатом обязательно пойти перед каким-то делом или перед путешествием, приходят к нему, берут его бота, благословение. А сейчас мы утратили, да? Вот это, к сожалению, утратилось, к сожалению. И вот то, что сейчас нужно возрождать, я думаю, то же самое, допустим, на востоке страны, там же и Сабек, и Шан, там и Абай, и Шакарим, и Машхуджусуп, это вот восточная школа. Там и в восточном, именно Казахстане, Байкараби, там Розвай Авлия, то есть вот эти вот Авлия, ученые, которые были там, это тоже отдельная школа. То есть в каждом регионе была своя школа духовности. И вот то, что мы сейчас потеряли, то есть нам нужно опять собирать по крупицам данные, их труды, и уже, я думаю, может быть, молодежь опять, изучая их традиции, изучая их труды, мы вернемся в тот традиционный ислам, который был у нас. Очень много было у тебя. Да, и вот это вот то, что мы сейчас говорим, ну, Кулай Рашкорыч, сейчас Муфтиад с прошлого года начал изучение Тасауфа, изучение в Медресе, значит, именно этого предмета через 30 лет. И в этом году уже они презентовали книгу Ихсан, Ихсан, это вот как раз про Тасауф наших предков, Ихсан. И отрадно то, что сейчас, то есть начали возвращаться к нашим корням. Это традиционный ислам наших предков, но, к сожалению, на протяжении 30 лет никто об этом не говорил. Хотя до этого я и говорил Муфтию, там, Ержану Майомеру, и Муфтию Серегу Разу. Он приходил все время, говорил, нужно начать изучать Тасауф, нужно возвращаться к корням. Но, к сожалению, вот сейчас Муфтина Урзбай, Хаже, он как раз внял этим. Ну, может быть, всему свое время и пришло время для этого? Да, возможно, возможно, потому что сейчас, если мы не вернемся к нашим корням, если мы не будем изучать тот ислам традиционный, который был у наших предков, то, естественно, разные течения будут давлеть над умами наших детей, наших потомков. Поэтому нам нужно сейчас это чисто идеологически, мы должны вернуться к своим корням именно в отношении ислама. Абсолютно верно. Я вот думаю, ведь наши предки, Ибраил Тансарин, Абай Кунамбай, мы очень много говорим про святители, про святители, но мы абсолютно не обращаем внимания, что они, все у них исходило, все их просвещение от их сердца, от их имана, от основы ислама. И Ибраил Тансарин об этом писал, он специально книжку написал «Основы ислама» для молодежи, для подрастающего поколения, для детей, для взрослых, которые тоже этого не знали. Это уникальный учебник, можно сказать, по исламу, для каждого человека. Или Абай, его слова назидания, каждое слово проникнуто сурами из Корана. Это же уникально. То есть мы читаем, но откуда это исходило, мы это не знаем. И об этом надо говорить, что все это соответствует всем аятам, всем сурам Корана. Да, здесь видите, именно время Ибраил Тансарин, время Абая тоже Ибрай, Ибрагима. Да, они оба Ибрагима, да. И был Ибрагим Жайппай. То есть один аксакал сказал, что в Сарыарке, это вообще в степи, три Ибрагима великих было. Кто? Это говорит, Ибрагим Кунанбай, Ибрагим Алтансарин и Ибрагим Жайппай. Вот как раз мы говорим, Ибрагим Каже. Он был агасултан Акмолинского округа, Ибрагим Каже, который как раз жил в село Родина Ахпан раньше. Там была его ставка, там была медресе, мечеть. То есть он это был прогрессивный деятель, мыслитель, который достиг звания полковника царской армии. То есть это уже в то время, в 19 веке, вместе с тем он помогал, вот именно расселял казахов, сдерживая колонизацию, сдерживая заселение именно переселенцев. Говорил казахам, вы держите эти места, то есть полукочевое, то есть не будьте кочевое, должен быть оседлый образ жизни, потому что завтра ваши места займут переселенцы. И его политика была, политика сдерживания, и здесь как раз, к сожалению, никто не изучает его деятельность. Как раз он каждому Роду давал места и говорил, вот это вот ваши места, здесь сажайте деревья, здесь строите мечеть, строите это, чтобы показывать, что здесь это ваши земли. Освоенное, что это земля предков, что мы здесь не зря, и не один год кочеваем. Да, если вы будете кочевать завтра на свободное место, обязательно придут те, которые уже давно на эти места метят. И не было бы тогда этих рассказов о подарках, да? Да, Ибраим Хаджи вот как раз очень, он на протяжении 25 лет, вот эта вот политика, после подавления Кенисары хана, вот когда в 1822, кажется, ханский институт был отменен, и после этого назначались ага-султаны, и естественно, ага-султаны, они были подчинены, но старались вот именно не допустить переселения сюда вот именно мужиков, там этих черно-хорошек-пендлер, там черносочинцы, казаки. То есть вот всеми возможностями старались не допустить, что и поэтому вынуждены были казахов именно делать оседлыми для того, чтобы именно противостоять экспансии. Ибраим Хаджи очень много сделал в этом направлении. Мы сейчас о чем говорим? Что это тоже человек очень набожный был, именно Молла-Токумы их называют, поэтому он человек, который родственник Шонтовой Хаджи, родственник Альдажар Хаджи, родственник именно этих хаджи, ученых, аулие, то есть они, если и духовностью занимались, то он, естественно, адморесурсы подключал. И первыми, которые казахи отсюда, именно благодаря Ибрае Хаджи, казахи, именно сарарки, они первыми совершили хадж через море. То есть с Российской империей договорившись, казахи отправились там то ли в Новосибирь с первопоездом, оттуда уже на корабле и поехали. И Ибрае Хаджи возглавлял эту хадж-миссию. И на корабле они впервые, степняки, на корабле пересекли три моря, там Средиземное, Черное, Средиземное и Красное море, и доехали до Джидды. И это, помню, дед мой мархом рассказывал. То есть они, когда приехали на хадж в Джидду, в порт Джидды, там, естественно, смотрят корабль российский, арабы недовольны, что за этот российский корабль пришел, привез свои хаджи, но это же там кафир и так далее. И их не пускают, карантин, говорят, не пускают. И тогда, говорят, хаджи все стоят уже, время хаджи проходит и так далее. Ибраим хаджи, говорят, в храме, то есть уже одет все. И потом выходит, спрашивает у капитана, в чем дело, что там, да, говорят, вот, арабы, у нас, говорят, не карантин, у нас, говорят, не хотят, не допускают. Не допускают. Не допускают, говорят, там, тянут и так далее. И тогда, посоветовавшись, Ибраим хаджи одевает свою форму, полковник царской армии, там, эпалеты, сабли, выходит. Капитан, там, говорит, здравия, там, ваше благородие, там, говорит, его целуют по-российскому. И там, говорит, один старик, секунду, ай, бузда, 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 говорит, он же хаджи, как он, говорит, целуется с этим, говорит, кафирм. Кафирм, да. Капитан, его, говорит, ваш по-загалу вроде, и там, его целует. Он, говорит, давай шлюпку. На этой шлюпке они едут на берег. На берегу, ага. И потом встречается с Акимом Джиды, правителем, приходит на арабском, говорит, где ваш правитель, они там, все, его везут. Вот он заходит к этому правителю, на чисто арабском, с ним начинает говорить, и ему говорит, мы как приехали из самого дальнего государства исламского, Мауэра-Нахар, и мы приехали совершить хадж, благодаря вот как раз этим российским кораблю, того, что нам Аллах дал возможность, облегчил прийти именно на корабле, а не так пешком, как мы совершали там на лошадях, набирал год, и вы сейчас нас держите. Тот уже после этого, говорит, Аллах, начинает приказ давать, и всех сразу, говорит, выводят на фаэтон, и всех везут. Там, говорит, это все, это гости Эмира Джидды, приводят их туда, там Эмир Мекки их встречает, сразу же тут сообщают, то есть, и потом... Совсем другой прием. Да, Эмир Мекки, нашим предкам, Эмир Мекки давал печать, грамоту, что это дуюфль Амир, то есть, это гости Эмира Мекки, и они приезжали в хадж, показывали их сразу, как гостей Эмира, давали им отдельные палатки, давали это, то есть, очень сильно... Сультеротношения. ...встречали их, да. Вот это вот то, что по истории многие не знают. На самом деле, наши предки, как раз, мы говорим, были очень великими учеными, и я думаю, что в то время владение тремя-четырьмя языками, это было нормально, то есть, арабский, персидский, тюркский, это языки, это было в ходу, вот, вместе с русским, потом уже русский добавился. И то, что мы говорим во время уже колонизации, вот как раз-таки политика России в чем заключалась? Когда они увидели, что кочевники, потом уже золотая орда, да, они отличаются тем, что очень духовность сильная, что для них неважно материальные блага, что они могут в любое время там сняться с мест, для них неважно там охранять свой там город и так далее, то, что это вот сила, вот намадизм, вот это вот именно то, что пассионарии, которые могли, то есть, захватывали полмира, естественно, они вызывали страх, и об этом... Страх и уважение. Да, и Европу, и Россия, они, естественно, уже планировали, как уничтожить духовность, как ослабить. И в то время как раз начинается, мы говорим, что традиционный ислам казахов, он как раз заключался на духовности, тасауф, аулия, и то, что казахи жили, каждый аул это был отдельный род, то есть по родам, у нас же родовое было, именно общество было поделено по родам, и вот этот порядок, именно номадический порядок, где каждый род, это был отдельный аул, и в каждом ауле был свой духовный наставник, все уважали, в каждом ауле, большой он, маленький, все следили за своими девочками, баловали их, и то, что они там не покрывались, не закрыли, говорят о том, что это один род, все родственники, поэтому она с детства ее баловали, то есть они заплетали косы, одевали тюбетейку с перьями, потом одевали буэрек, потом это, и только уже после, когда выдавали замуж, она одевала саукеле, потом уже в замужестве она там одевала кемишек и так далее. Это все вот красивые традиции и вообще красивая мода, скажем, да, четырех времен, которые, четыре сезона, которые есть у нас, говорит о том, что о богатстве именно одежды, о гардеробе, о богатстве гардероба, кочевниц, в отличие от арабов, да, у арабов там что, жара, мужчины в белом, женщины в черном, все. Не все, да, а тут такое историческое искусство. Да, и вот то, что каждый род, это был именно аул или селение большое, и там все были родственники, и там у них были свои духовные наставники. Это было испокон веков, то есть и легче было управлять, легче было договариваться, свои пастбища, свои там джай-ляук, сау, там переезды, все это, перегон скота, все это было, то есть договаривались, устное творчество между собой, би, там все, то есть устное творчество у казахов это вообще отдельный разговор. Ну и была четкая организация, все процессы. Да, благодаря устному творчеству как раз ислам тоже был отдельный, то есть особенный, поэтому у нас не сидели там, не писали там, не заучивали эти хадисы там, аят, у нас все было в стихотворной форме, поэтому, когда... Поэтическая. Да, поэтическая, вот мы говорим, Аулили Рордасы, вот школа духовная, интеллектуально-духовная, вот именно в Астраханском районе, которая была, они обучали детей именно в стихотворной форме, и ребенок, у которого чистые мозги, чистая память... Легко воспринимал все это. Да, да, и он одним четверистичным, он уже выучил, как надо брать дарет, как надо, и потом там одним стихом, как читать намаз такой-то, одним стихом, то есть, и потом он, когда выучил, ребенку так интересно, он же наизусть, и он приходит, рассказывает родителям, родители говорят, да, еще скажи, и они выучивают, вся семья уже выучивает то, что им необходимо, эти фарзы, которые обязанности в исламе, они все знали наизусть. Прекрасно. И вот эта особенность устного творчества, особенность казахского ислама, она очень... То есть, к сожалению, до сих пор никто ее не изучил, и то, что все, что осталось в записи, все вот эти дастаны, стихи, они уничтожались, к сожалению, да. Но в советское время же полосы, все, что на арабском языке, это считалось мусор. И, к сожалению, мы потеряли большой пласт именно той культуры, которая была у нас, именно культура, исламская культура, именно устного творчества, которое присуще именно казахам. Которое веками создавалось. Да, и которое передавалось из уста в уст. И вот во время именно советского периода все это уничтожалось. И сейчас у нас Аксакалы многие даже не знают. Мечети разрушались. Имамы преследовались. Да, это все было. И вот мы сейчас подходим к тому, что именно в 1788 году был имперский указ о назначении мул и прочих духовных лиц Магометанского эра исповедания, а также учреждений в Уфе, мусульманского собрания, то есть муфтият. Естественно, имперская политика была в том, чтобы именно контролировать. И именно начиная с XVIII века усиленно посылались к нам указанные мулы среди татар, башкир, посылались к нам указанные мулы, которые подчинялись Министерству внутренних дел России. И то, что они назначались имамами в мечетях во всех селениях, это очень такой наплыв был их большой, чтобы оградить от духовных лидеров, чтобы убрать их с арены, потому что хазреты, хальпе, ишаны, которые имели вес в народе, которых уважали, их надо было вытеснить. Они же формировали общественное мнение. Да, и вот как раз указанные мулы выполняли эту миссию. Вместе с указанными мулами, естественно, был миссионерский отдел, вот как раз азиатский миссионерский отдел, там в Семипалатинске, в Ускаменогорске, потом вот Щучинск, Адбасаров, то, что они посылали миссионеров сюда. Но, к сожалению, миссионеры не могли выполнить свою функцию. Там этот как раз профессор Ильминский, который в Казанской духовной академии был. Ильминский, его там целая программа была принята для того, чтобы по крещению мусульман. И то, что он жил в Казани, знал татарский народ, и его программа, она имела успех среди татарского народа. К сожалению, мы видим среди татар, крещённых татар очень много. Очень много. Да, и вот он как раз практиковал свою программу среди татар, она имела успех. Были крещённые татары, то есть там они более всё-таки осёдлые. И её переложили на наш степной народ. Да, то же самое они начали. В Алтае, алтайские народы, там Буряты, Хакасы, там все эти народы, то есть их христианизировали. Когда пришли в степь, начали эту программу вводить, практиковать, то есть эту программу в среде качельников, среди наших предков, естественно, они увидели, что казаки никак не поддаются крещению. И, то есть, прошёл век, там закрывалось, открывалось, опять закрывалось, открывалось все эти миссии. Деньги тратились, государственные. Да, и вот то, что они там только в 1883 году, они там праздновали крещение первого казаха Елимбая, в Семипалатинской области. Понимаете? И потом говорят, что там где-то около 200 человек, которые приняли, они хотели для них, для казахов отдельно, крещенных казахов отдельно, там, село, селение делать, наделять их земельными участками. Но сами миссионеры признали, что миссия не выполнена, потому что, говорят, христианство принимают в основном, бедные, которые, говорят, джатаки, которые, говорят, убегают, которые, говорят, работали в казахахов, которые этими батраками были, они, говорят, приходят, принимают для того, чтобы им дали земельный надел, и потом, там, денежные, они, говорят, просят помощь, и после этого, говорят, это. То есть, то, что планировал Эльминский, это не прошло у нас. Вместе с этим указные мулы выполняли функцию того, чтобы убрать именно Тасауф, убрать духовность, которой обладали качельники, да, наши предки. Если в каждом ауле был там хазрет, хальпе, это был ученый, это был ауле, который действительно люди видели его караматы. Там у нас до сих пор, допустим, мой дед, там, бабушки рассказывали, как они видели там хальпе, такой-то хальпе, такой-то хазрет. Выходил там в весенний разлив, когда он выходил, говорит, сидел, читал дуга, и вот эту воду, говорит, останавливал. Судах Айтархан, говорит, в воду, говорит, там, наводнение останавливало. Ты смотри. Люди, говорит, переправляли свой скот. То есть, во время бедствия они показывали свои караматы. И вот это то, что они видели, они рассказывали мне. Мы сейчас рассказываем то, что мы слышали, понимаете? Если вот это вот, именно вот этот ислам, духовность наших предков, их силу, их связь с Творцом, если мы не передадим нашим детям, нашим потомкам, то мы останемся теми мусульманами, которые только вот буквальный вот этот ислам, который сейчас нам навязывают, там, да, салафиты, ваххабиты, там, разные течения, да, есть черное-белое, там, харам, халал и все. А отрицают духовность, отрицают то, что каждый человек способен приблизиться к Аллаху. Но для этого есть определенные условия, определенные, да, шаги, которые ты должен пройти, путь, который ты должен пройти, да, путь этих шейхов, путь хазретов, путь хальпиев, путь Ишанов, то есть, если ты хочешь достичь каких-то духовных открытий, да, каких-то высот, то ты должен именно следовать их пути. Ну, вот сейчас вот с обретением независимости, да, нам дали такую возможность. Вот мы сейчас подходим к тому, что, давайте по порядку, вот политика российской колонизации, она заключалась в этом, да. Вместе тут направляется указанные мулы, здесь миссионерский отдел, здесь переселенцы, здесь казаки поселяются, да, начинается именно захват там территории, пастбище, вот они, где вода, там, где вокруг Ишима, вокруг там Иртыша, везде ставят самих выгодных. Да, да, они ставят свои вот оселения, ставят там свои форпосты и так далее. Вот это вот идет именно в течение одного столетия. Идет уже борьба к тому, идеологическая борьба к тому, приводит, что отменяется ханский институт, да, правление ханства, потом назначается. В 20-х годах 19 века. Да, и потом начинается именно Ага-Султаны назначаться и так далее, и так далее. И вот им важно было в первую очередь сломить именно духовность казахов, то, что они духовно сильные, то есть связь с Творцом, что они не поддаются христианизации никак. И здесь уничтожать тоже невозможно, то есть воевать, где можно было, они, естественно, это делали, где невозможно, они уже просто договаривались. И вместе с тем, вы видите, именно указанные мулы, они выполняли миссию того, чтобы сказать, что ислам казахов неправильный, что это суфи, они там заблудшие. Не то вы учите. Да, это вот, нет духовности. И вот есть шариат, вот надо вот это выполнить. То есть они вот буквально поток, то есть и то, что Чухан Вариканов там в свое время, Мархом писал, что просил убрать этих татарских мул, просил это самое, потому что заселение он видел очень такое мощное. И он говорит, уберите их, потому что они именно выполняют функцию, там говорят, начинают их там в ислам принять и так далее. Ну он видел явный вред их деятельности. Видел вред, но опять-таки, видите, тут мы не знаем, что побудило его писать об этом, кто за ним стоял. То есть Чухан Вариканов молодой. И то, что он был ханского рода, то, что он потомок Варикана, естественно, он видел, может быть, он не знал, говорил, что у казахов там как раз шаманизм разве и так далее. Но опять-таки, когда люди говорят о шаманизме казахов, о каких-то верованиях, опять-таки, историкам здесь, пусть услышат, мы должны понять, что казаки, наши предки, степняки, намады, они все время искали новые пастбища, они все время захватывали. То есть это война была, все время была борьба за выживание. И то, что Сибирь, это вот большая, богатая Сибирь, естественно, качельники туда направлялись. И то, что, допустим, сейчас до сих пор среди историков, ни одного историка я не видел, чтобы кто-то написал про Кошхарбай-Батыра. Кошхарбай-Батыр – это великая личность, который жил в Омской области. Есть село Караузек, Каразюкский район Омской области. Там жил Кошхарбай-Батыр, родился там, там его предки. С 16 века они кочевали. Это Кулан-Капчаки, и вот он как раз Кошхарбай-Батыр. И то, что начинает Омская до Барнаула, Новосибирск, там Новосибирская область есть Куландинская степь. Куландинская, но вообще это Куланды, Куландинская, то есть Кулан-Капчаки там кочевали, Куланды, степь, Куландинская степь. И то, что Кошхарбай-Батыр в 18 веке со своим пятитысячным отрядом, он держал, был щитом именно вот от восточной Сибири при Аблайхане. И все время, когда уже русские захватили семей, там уже построили крепость, а он вокруг этой крепости, он там выходил и уходил. И там пишут эти урядники этого Семского, Семской крепости, говорят, к нам пришел Кошхарбай-Батыр, и он, говорит, хвастался нами, что там они взяли в плен полторы тысячи урянхайцев. Лично у Кошхарбай-Батыр, 315 было своих пленных, то есть взяли в плен. То есть вот эти урянхайцы, калмаки, джунгары, все они шли в степь. Ассимилировались с казахами, входили в их рода. Наши воины женились на них. В холнахтан-Казалде у нас очень развито было. И, естественно, ассимиляция этих народов, сибирских народов с казахами сейчас очень много. То есть они потом впоследствии становятся казахами. Но их матери, там бабушки, джунгарки, урянхайки, народы Сибири, они, то есть очень много было взаимо такого проникновения, да. И представьте, полторы тысячи пленных пришли, расселились по Казахстану в каждый род, в каждый род. Потом они начали жить, начали там. Потом, значит, они их освобождают, они становятся мусульманами, их освобождают, и начинают уже каждый там со своей семьей, и они становятся казахами. Вот. И то, что там Тулингиты есть, да, там, которые именно алтайские племена, там Тулингиты, которые именно были слугами у ханов. Охрана. Да, вот, Тулингиты. Говорит о том, что у нас это было очень неразвито. И то, что мы говорим, там, шаманизм и так далее. Нет, это, естественно, привнесено, привнесено было этими народами, они приняли ислам, но у них остались свои верования. Но они принесли свои элементы. Да, эти элементы, да, там, допустим, от камайку, там, да, в огонь там масло подливают, это. Но, когда вот эти традиции, увидели казахи, им традиции хорошие, они дали им другую интерпретацию. Да, смысловую нависку. Да, если говорят, там, говорит, он, говорит, она, говорит, невеста приходит, говорит, наливает там в огонь, говорит, масло, говорит, масло, говорит, чтоб не потух, говорит, очаг, очаг, чтобы, говорит, было развитие и так далее, и так далее. То есть, то, что эти традиции, они уже были под подагнанием, под шариат, под разрешение, это вот это. И то, что говорят там шаманы, бахсы и так далее. Даже шаманы бахсы, даже эти бахсы, шаманы у сибирских народов, естественно, они там бьют в бубны, там начинают язычество полное, то казахские бахсы это уже другие. Там уже семья мемба ставит, там без семья, и там начинают орлах, и так далее. И это уже тоже, это уже как бы другой дается ему окрас. Поэтому то, что когда хотят нам привязку сделать, что казахи были шаманами или там этим, этим, это беспочтно. Казахи были мусульманами, но элементы шаманизма были привнесены ассимилируемыми народами, которые жили, которые стали казахами до сих пор, мы знаем, да? Даже у меня там в седьмом поколении Жакоб Мола женился на Калмычке, Умай, она наша прапрабабушка, Умай, дочь Бадамхар Хана, калмыцкий хан Бадамхар Хан, его дочь, ее замуж выдали. Ну, это считалось за правила. Да, там война была, ее взяли в пен, и женился мой дед, прапрапрадед, именно Жакоб Мола взял ее. Вот так вот вы храните, передаете это друг другу. Да, и вот представьте... И вы об этом расскажете своим дедам. Да, и вот представьте, в каждом роду есть такие моменты, когда ассимилировались народы. Вот смотрите. И мы говорим об исламе, то есть во время колонизации указные мулы выполнили свою миссию. И к тому времени уже к наступлению советского, именно советской власти в Казахстане везде именно давлели в мечетях. Преобладали. Да, именно их идеология указных мул, то есть шариат, вот так вот так, татарские мулы, потом посылали казахских детей из каждого аула туда вот в Казань, в Уфу, да, в Троицк. Там они учились в Медресе, заканчивали, приезжали с этим, с дипломом, их указной мулла. Ну, у них уже была другая идеология, да? Нет, то же самое, то есть указные муллы, они выполняли миссию именно Министерства внутренних дел России, и указные муллы, что там, их же обучали в Медресе, им говорили там про шариат, все, они знали шариат. Но духовность, именно тасауф, суфизм, именно то, что шейхи есть, то, что есть аулие, они отрицали. То есть вот это вот отрицание духовности, отрицание того, что караматов, отрицание того, что есть люди, которые близки к создателю, это все убиралось. И уже в советское время, когда уже пришли красные, что было? Опять трагедия. Трагедия нашего народа заключалась в чем? Что, придя к власти, коммунисты что делали? Они назначали в мечетях тех указных мул, которые были имамами. Тех же самых. Да, а те, которые в народе, полимбаймулда, полимбайхазрит, полимбайшин, они их всех подвергали репрессии, подвергали гонениям, убивали или же отправляли в ссылки. То есть вот это полное уничтожение. Даже в домах, если находили книги там на арабском, все это сжигалось, они репрессировались. Духовность вырубалась на корню. Да, и уже на корню. То есть красный террор, он страшен тем, что там не разбирались. То есть кто-то на кого-то там донес, все, пришли домой, ночью там открыли, увидели там Куран у него даже. Все, враг народа, его там отправляют в ссылку. И вот после именно того, как советская власть заняла свои позиции в Казахстане, опять было полное разрушение, вот именно зачистка духовности, которая у нас была, длилась до сего времени. Похлеще, чем при Российской империи. Да, это уже было жестко, это уже был атеистический такой террор, да. Поэтому многое потерялось, много было уничтожено. И в течение вот именно советского времени у нас сохранились только те, которые опять-таки устно передавали друг другу, дедушка там своим сыновьям. Тихонько, шепотом. Да, ночью обучали их там калима, обучали это, говорили вот так, ты мусульманин, вот так. У нас был поленщик Хальпея, поленщик Разрет, они рассказывали это. И дети, вот мы маленькие, мы слушали это, впитывали, вспоминали как-то между этим. Но потом уже, когда осмысление проходит, оказывается, все, что в детстве говорят, все это, а потом выходит уже со временем, когда человек становится зрелым, он начинает вспоминать. У меня был учитель Гуга Андреевич Шнайдер, Гуга Андреевич, немец. Их тоже выслали, высланный немец. И он уже под 50 лет, он мне как-то говорил, знаешь, нас высылали. Я помню в детстве, как мне на немецком читали Библию. Я, говорит, и помню, говорит, что у меня в памяти осталось, говорит, немецкое там Библию. То есть, да, родители пытались еще. Да, в детстве читали, говорит, я, говорит, это, говорит, запомнил, говорит, наизусть. А потом, когда, говорит, уже сейчас, говорит, после 40 осмыслений, я, говорит, начал, искать перевод, я, говорит, смотрю, оказываются такие вещи. Понимаете? И у каждого народа это, видимо, было в то время, то есть, когда запрет был, люди постарались просто... Родители пытались детям передать хоть что-то, какие-то основы, да, базовые. Да, и вот как раз устно он выучивал, то есть, и оставлялся это все у него в памяти, в подсознании. Когда он уже вырастал, он начинал осмысливать это. И он, говорит, я уже сейчас, говорит, осмыслил, говорит, то, что, оказывается, они мне читали и так далее. То есть, после пересек. И за это, наверное, благодарен своим родителям. Да, вот то, что... И вот то же самое мы говорим, устное творчество казахов, то, что наши деды передавали это все из уст в уста, и этим самым сохранили ислам, сохранили вот и нашу веру. И уже после обретения независимости вроде начали опять об этом говорить, но, к сожалению, в то время не было специалистов, не было теологов, не было ученых, не было... Не то, что когда-то голод... Да, и вот как раз, когда мы говорим в наше советское время, это вот как раз в 1992 году приняли закон о религии, то есть о свободе вероисповедания. Такой либеральный, всем все разрешал, кого хотите, в того верьте. Все религиозные организации стали валом просто заливать в Казахстан. Да, и вот пошла экспансия, то есть как с востока, так и с запада, то есть экспансия разных течений. В основном это протестантские, неопротестантские течения христианства. И в исламе, естественно, пришли к нам арабские проповедники. Я как раз в 90-х годах был переводчиком у них, учился у них и видел их, разные течения приходили. Пришли турки, турецкие течения, да, там, Джамат, там, Нурджилар, Сулеймен Джилер, там, Нурджилер, все они тоже вошли. И вот, то есть вот это вот опять идеологическая борьба именно арабского вот этого направления, да, салафитского, ваххабитского, там, ихуанского. Здесь турецкие Джаматы пришли, вот, то есть там большие деньги тоже. Ну, все шло с мощным финансированием. Да, и то, что они смогли опять молодых привлечь к себе, и опять красной нитью проходит то, что ваш ислам неправильный, казахи, оказывается, слабые, мусульмане были, и так далее, и так далее. Вот это все опять внушалось, и молодые люди, которые, я сам 10 лет отучился в Египте, там, Алясгар, закончил магистратуру, институт и университет, то есть отдал 10 лет жизни, чтобы там взять эти знания. И в процессе встречи, там, разговоров с молодежью, в основном они моложе меня были, видел, как, к сожалению, допустим, я тоже не могу сейчас обвинять молодых людей, которые уходят там в ваххабизм, которые, потому что у них нет связи, видите, корней нет. Вот, 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 уверено было все это, и поэтому они стали легкой, как бы наживой, жертвой для таких религиозных учений. Вот эта вот связь с поколением прервалась, и молодой человек хочет духовности, он ищет, он хочет обратиться в религию, и он начинает искать в интернете, потом начинает там от того спрашивать этого, и попадает на крючок именно этих проповедников, которые его выводят в какую-то эту. К сожалению, 90% всех этих ваххабитов, других там течений, 90% молодых людей в то время, еще в 90-х годах, это были люди, которые научились намазу не от своего отца, не от своего деда, они научились намазу или через интернет, или через знакомых, или через каких-то устазов. Ну, таких внешних на старых. Да, и они вот пошли за ними. И здесь, конечно, очень трудно обвинять их, потому что в то время не было разъяснительной работы, не было ученых, и они вот просто искали духовность. И то, что они поверили, и начали там какие-то аяты или хадисы там заучивать, и на этом они там застыли. То есть не стали изучать свой традиционный ислам, а именно пошли в это направление, говорит о том, что да, обстановка была такая, и то, что они искали духовность и заблудились. Но сейчас, видите, уже 30 лет прошло, и уже, я говорю, третье поколение этих членов ДРТ вырастает. Да, уже третье поколение. И опасность в том, что каждое поколение становится все более жестким, все более фанатичным. Агрессивным. Да, потому что тот сказал, дед, сейчас отец мне говорит, я должен вот это держаться, именно в этом направлении. И намного сложнее будет с ними завтра вести диспут или же разговаривать. Ну, конструктивные точно. Да, потому что вот фанатизм, который присутствует, он, естественно, подогревается этими шейхами там, тем более они все эти шейхи, которые красиво говорят там, сидят в интернете с бородами, красивые шейхи, там красиво говорят. За ними, естественно, большие деньги на это тратят. Все это образ, подготовленный, снический образ. Да, все учитывается. Там и НЛП, и другие моменты, когда они там разговаривают. О, брат Ахи там, брат в исламе, ты мой такой-сякой. И на вот эти нефтяные доллары вот идет вот эта вот экспансия вот этой идеологии, которая до сих пор, она, к сожалению, присутствует у нас. И вот сейчас мы говорим о том, что нужно возвращаться к нашим корням. И отрадно то, что Муфтиан сейчас начали изучение вот Ихсана и так далее. Опять-таки мы говорим о том, что, смотрите, наш народ, то есть духовность нашего народа пережила что? Если посмотрим просто вот на события, да, это, во-первых, колонизация России, отправление этих переселенцев, да, захват земель. Это указные мулы, это миссионерская деятельность, все это шло, шло упразднение ханской власти, потом ага-султаны, потом упразднение ага-султанов, потом назначение волосных, туда-сюда. Все это шло, потом революция, красный террор, уничтожение духовности полностью идет, да, обретение независимых. Опять всевозможные течения, всевозможные, опять говорят казахам, чтобы не возвращались к своему исламу, к своему традиционному исламу, говорят, следуйте за нами, мы знаем, то есть за нашими шейхами следуйте, за нашими авторитетами. И опять увод молодежи именно в сторону того, что мы до сих пор не можем возвратиться к своим корням, к тому, какой же ислам был у нас, у казахов, и чем он отличался, какая сила была у казахов. Да, это вот очень точный вывод. Сила духовности, сила именно связи с Творцом, простота в общении, простота в поклонении, то есть не было всех этих там накрученных. Гармония, да, близость к природе. Да, и вот это то, что там в городах пишут разные там всякие там, допустим, я когда смотрю, был в Турции, разговариваю там с их шейхами, естественно, когда ты говоришь, Ахмед Ясавин, Ахмед Баба там все встают, уважают, говорят, 10 тысяч, говорят, его последователи, Ахмед Ясавин, они, говорят, пришли, говорят, в Турцию, в Европу, говорят, распространили именно тот ислам, который был у вас. И турки благодарны. Вот, но у них свои, турки-то своих шейхов, своих аулиев, почитают, боготворят, каждая мечеть там рядом с ним похоронен, такой-то, в Алии такой-то, шейх такой-то, и они очень чтят своих. И то, что там, допустим, когда говорят Котбазаман, там говорят там и про своих имена называют их там, они там, естественно, это в городах, это нельзя забывать, что Стамбул, это столица халифата османского, там очень большие исторические мечети, тысячелетние, да, это вообще мощь, которой у нас нет. То есть мощь именно того, что богатство, достатка, она показывает именно в этих мечетях, в этих... Ну, в городах это легче запечатлеть, да, там это все в зодчестве, в архитектурной форме. Сохранялось, да. У нас же в степи с этим совсем другое отношение. Да, и вот то, что они там восхваляют своих ученых, своих Аулия, то, что кавказцы тоже восхваляют своих этих, там, в каком-то горном селении такой Аулия был, там, где того повоза, что там все эти разговоры, они там пишут книги. У нас, к сожалению, наш менталитет казахов, мы никогда не любим хвалить своих. Мы хвалим чужих, но хвалим чужих, но своих все время критикуем только. И вот этот вот момент, что пришло время, когда нам нужно опять осознать наш, нашу духовность. Пришло время опять поднимать, искать в архивах, поднимать труды наших предков, которые... Именно на научной основе, да, с учеткими подтверждениями, фактами, документами? Да, обязательно. Научный тасауф, который есть, научный тасауф, то есть суфизм, который именно научный, в соответствии с шариатом, который именно говорит о духовности. Не вот эти, там, пляски, там, еще, там, прокалывание, там, этих лица, там, еще что-то, что-то, которое шарлатаны используют для тех, которые не знают. Вот это вот то, что сейчас необходимо нам делать. Я по этому поводу смотрю в России, к примеру, православие. Как они держат православие? Почему в России русские православными сейчас себя считают? Хотя в отношении вероубеждения, естественно, мы знаем, что там Трои Божии, там, это все, как бы, это сложно. Там, да, Отец и Сын, Святой Дух, это как-то не воспринимается. Мы верим только в одного Творца, да. Но вместе с этим в России очень сильно держат православие. Почему? Я вот все задумывался. И потом только случайно уже понял, что в России очень развита наука о геологии. То есть наука о геологии, то, что русские смогли сохранить свою историю, это вот наука о геологии, там уже не только церковники, там научные работники работают, историки работают в этом. А геологии, агиос это святое, а логос учение, да, учение святых. Целая наука, книги, какой был святой в таком-то месте, там, святая Матрон, там, святой Николай, он там жил тот, вот его часовню, вот он провел здесь детство, там принял там крещение. Вплоть до праздников, день святого Петра, Павла, день святой Матрон и так далее. Вот это все дает возможность русским приобщиться к своей религии, к своей духовности, понимаете. Наука о геологии. К сожалению, у нас, мы должны сейчас учиться у них, потому что бы у нас была своя мусульманская о геологии. Наука о исламской о геологии. Почему бы нет? Разве ее нет? Нет, у нас до сих пор, как у нас, не то что нет, я вам сейчас расскажу, почему. Второе, есть агеография, это уже у церкви, у церковников, церкви обучают агеографии, то есть, жития святых, агеография. Именно их биографию, как они знают, да, описание, да, да, вот это вот агеография, то, чего не хватает у нас в муфтияте, у имамов, чтобы они в проповедях говорили про такого вот этом хальпе, про вот в этом ауле он жил, в этом вот такой жил. То есть, их очень много, но на это не обращается внимания. Занят только аяты, хадисы и так далее, но это уже, как бы, неинтересно многим. То есть, когда ты говоришь им именно вот про свое, живое, вот такой был человек. Он был ауле, он был то, он... Он жил в этом ауле, и человеку он уже близок, а в этом ауле это... Да, 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 он поедет туда, будет спрашивать, будет смотреть, он похоронен там-то. Вот это вот то, чего нам сейчас не хватает для того, чтобы вернуться к нашим корням. Ну, это же можно связать с нашей сакральной географией, с модернизацией общественного сознания. Это возвращение к нашим истокам, да, это та же малая родина, да, где в каждом ауле был свой святой ауле. Да, вот сейчас даже была информация, что открыли архивы, и сейчас изучаются все эти архивы для того, чтобы реабилитировать тех, которые были репрессированы. Да, создана специальная государственная комиссия, которая по реабилитации жертв политических мест. И вот здесь мне думается, что нужно на уровне государства, именно чтобы участвовали тоже представители муфтиата, чтобы они, именно тот, кто из них был верующий, кто именно был репрессирован, кто пострадал. Да, естественно, там придумывали разные статьи, но этот человек был верующий, этот человек закончил медресе, этот человек такой. То есть именно в духовных наших... Это же как шахид, получается, пострадавший. Вот это вот как раз-таки у нас науки нет. Опять третья наука — это мартирология, которая присутствует в православии. Мартирология, мартирос — это свидетель, логос, учение, учение о свидетелях Божьих, то есть о шахидах. Мартирология — наука о шахидах. И если мы будем изучать вот эту нашу мусульманскую мартирологию, то есть составлять каталог тех, которые пострадали, которые были уничтожены, которые были репрессированы, которые отсидели, то есть по датам, по алфавиту, то есть в каждом ауле, в каждом районе, я думаю, у нас тома появятся. И это очень важно для того, чтобы сохранить нашу духовность, передать это нашим поколениям, да, в будущем. Сейчас почти все в забвении, те, которые были репрессированы, в забвении, боялись говорить об этом. Мой мархуматец говорил, не говори, что ты там, мол, о таком не говори, потому что дедушка был только репрессирован, в Омской области его отсидел. Конечно, если ты был потомок репрессированных, то тебе была закрыта вся дорога, куда угодно. Ни высшее образование получить, ни на руководящую должность, даже просто на работу попасть, это была проблема, и большая проблема. И вот этот страх, то есть он сохранился у наших дедов, сохранился у наших родителей. Мой отец с мархумом до последнего боялся, что тебе, говорит, везде закроют дорогу. Он говорит, не говори, потому что, говорит, сейчас до сих пор сидят коммунисты, и дети коммунистов тебе, говорит, не дадут никакой этой... То есть мархум, он так говорил мне. И сейчас я понимаю, что настало время, куда Иваш Шкур, вот наш президент, дает много, вот именно человек очень грамотный, я вижу, в науке был. То есть открывает эти архивы, помогает людям именно здесь, как раз-таки в этот момент нельзя упускать, что здесь нужно все, как бы, поставить на свои места. Те, которые духовные лидеры, этот мартирологию, каталог составить, те, которые были репрессивны просто так, те, которые были зажиточны, их как, за что. То есть вот просто так приходили и уничтожали за то, что ты там такого-то сословия. Но это не просто так было. Ну да, это же, понятно, это же красный террор, они же, чтобы... Именно в отношении тех людей, которые имели авторитет в обществе. Да, это прежде всего духовные лидеры, это прежде всего зажиточные люди, у которых вес именно был. Все убиралось для того, чтобы насадить своих людей. И вот как раз-таки у нас... Итселить страх у людей. Страх был очень сильный. Почему? Потому что тоже мой покойный отец говорил, что в нашем селении, говорит, никто, говорит, так, говорит, со стороны коммунистов, русских, говорит, нас не уничтожали. Они, говорит, пришли, говорит, там открыли, говорит, свой, это самое, повесили красный флаг, говорит. Они, говорит, дали, говорит, нашим этим бедным батракам кожаные куртки, говорит, наган, и они, говорит, начали, говорит, всех, которых ненавидели, всех, которые имели вес, они, говорит, начали, говорит, уничтожать. Они, говорит, писали про них ночные там эти, как анонимки, ночью приходят там воронок, забирают, и никто не знает, где он. То есть вот это, говорит, все именно было сделано руками наших. Они же говорили классовая борьба. Да, да. И многие, естественно, верили в это, к сожалению. Но сейчас наступает время то, что мы, не обвиняя никого, не обвиняя бывших коммунистов, не обвиняя, как говоришь, никого-то еще, мы должны просто собрать по крупинкам то, что есть, то, что было, и всему дать правильное толкование, правильное, значит, расклад дать того, что люди пострадали ни за что. И, естественно, то, что в России это сохранено, понимаете? На протяжении веков они пишут, у них там целые дома, что там такое-то было во время царя был репрессирован, тот во время советской власти репрессирован, такой-то святой такой-то. Сохранили. Да, они его в лик святых, они находят того, который пострадал, видят там какие-то мощи его сохранить, говорят, мы его возводим в лик святых, то есть изучая его, они говорят, это был святой. И дают четкое толкование, причина, почему, а потому что такое чудо при нем произошло, вот, и он к этому причастен, да? А у нас в каждом селении был хальпе, хазрет, который там, я не знаю, был авлие, был святым, люди это видели, но об этом не говорят. Ну и, по крайней мере, не писали. Да, не писали и забыто, и боялись писать, тоже боялись в советское время об этом, если ты заикнешься, естественно, завтра могли тебя, за то, что ты там опять, могли тебя и посадить. Предстоит большая работа. Да, да. Вот это вот то, что мы сейчас видим. То есть, если сделать просто общее такое заключение, то, что казахи, после мы сказали, Ахмед Ясави Бабамус, да, там, Тарикат Ясави, этот духовный путь, Джария Зикар, громкий Зикар, который делал, он длился до 14 века. В 14 веке уже к нам приходит что? Нахшбанди, Багаудин Нахшбанди в Бухаре, это вот Зикар Хафи, скрытый Зикар. То есть, и уже казахи к тому времени тоже были оседлые, и полуоседлую жизнь вели. И, естественно, этот Зикар, когда именно для городских, это же Чиканка, Нахшбанди Чиканщик, то есть, они сидели, работали, и они говорили, что даст бакор, диль байор, то есть, когда работа, руки в работе, сердце. И все время молча Зикар делали, работали. И вот этот Зикар сердцем, он тоже был распространен среди наших предков. И благодаря этому Нахшбандистскому тарикату наши предки сохранили ислам и передали его нам. То есть, я вот вспоминаю, наши дедушки, они сидели, Зикар делали там свой ташпих, и он сидит, молча Зикар делает там. С сердцем. Да, молча. И они, когда, естественно, в то время, если ты там что-то говорил, не говоря на намазе, там убивали, они молча делали Зикар и учили. Там, ты молча сиди, про себя говори вот так, вот так, вот так. То есть, передавали это детям, передавали вот это, что все время, благодать Аллахом, проси его. И это все в домах, вечером, детям перед сном, повторяй. И они там заставляют повторять перед сном обязательно, там, да, канима, повторяй. Это все было. И благодаря вот как раз нашим суфьям, Нахшбандистскому тарикатам, мы сохранили ислам. То, что сейчас мы должны благодарить, то, что мы вообще не стали там ни язычниками, ни христианами, благодаря нашим предкам. Все равно, то есть, противостояние было. И то, что сейчас мы видим, вот, кстати, уже в современное время, то, что после 92-го года к нам пришли разные течения, и они до сих пор присутствуют у нас. И то, что новый закон, да, там, в 11-м году был принят, в 18-м году новые были изменения в этом законе, говорит о том, что все равно проблема присутствует, как бы мы ни говорили. То есть, они, все эти течения, все равно присутствуют, и они ведут свою пропаганду. То есть, детям, там, внукам уже идет такая вот секретная, тайная раскостранение, хотя и не говорят открыто. Поэтому здесь, чтобы именно сломить эту идеологию, нам нужна своя идеология. Идеология того, что вот наш традиционный ислам, он такой. Да, который опирается именно на наши народные традиции. Да, на традиции, на нашу духовность. Вот это вот очень важно. И то, что, допустим, мы говорим о, именно, преамбуле закона вот этого нового, да, где говорят, что государство берет, то есть, государство признает роль ислама, ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовности народа. Здесь, естественно, я как теолог не согласен с этим, потому что в законе, когда пишут ханафитского направления, во-первых, ханафитский мазхаб — это прежде всего юридико-богословская школа, которая учит мусульман, как читать намаз, как поклоняться, как там продажи, как женитьба, уголовное право, административное право и так далее. Но оно не имеет отношения к духовности, не имеет отношения к культуре. Вот то, что было развито у нашего народа. Да, и вот мы опять-таки, опять уходим в другую сторону, опять уходим в шариат. Но у нас есть Ихсан, у нас есть Тасауф, и вот здесь, я думаю, что правильнее было бы написать, принимает во внимание историческую роль ислама суфистского направления, можно сказать, ханафитского мазхаба, если хотите. Но основа нашего ислама — это вот именно суфистское направление. Вот этот суфизм, который сейчас со всех сторон критикуется, который вот на протяжении 30 лет ваххабиты, там, салафиты, другие, там, Ихваны, смогли убрать со сцены. Когда ты сейчас любого молодого человека спроси намазхана, что такое суфизм, ой, суфисты — это язычники, это бедоатчики, там, это нововведенцы, это такие начинают критиковать, это секта. Значит, наши предки все были сектантами, что ли? Неправильное отношение, поэтому этот научный Тасауф, он должен развиваться. И аргументировать. Да, и вот то, что мы опять в преамбле закона говорим только о ханафитском мазхабе, слушайте, ну, это неправильно. Ханафитский мазхаб — это и талибаны ханафитского мазхаба. И 80% исламского мира ханафитский мазхаб. То есть он общий как бы для... Да, он не имеет отношения к духовности. Достаточно широкий, да? Да, он не имеет отношения к духовности, он не имеет отношения к к культуре. Наша духовность и культура связаны с Тасауфом, связаны с суфизмом. Поэтому это нужно подчеркивать. Для того, чтобы противостоять идеологии извне, мы должны подчеркнуть нашу духовность. Очень важную. Нашу особенность. Да. Вот это вот особенность нашего ислама казахов. Большое спасибо, Марат Хаджи, за такой интересный рассказ, за ваши поздравления. И самое главное, за то, что вы показали, какие необходимые моменты надо развивать в изучении, наверное, в религоведении, в теологии именно для казахстанских мусульман. Большое спасибо за ваш визит в нашу студию. На этом мы закончим. Всех мусульман поздравляю со священным праздником Курбан-Байрам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok